И поэтому мы сейчас рассматриваем ту ситуацию, когда Авраам и Сара пытаются решить проблему своим способом. И наконец рожается ребенок. Появляется ребенок. И Авраам думает, ну сейчас все пойдет дело как по маслу. Хотя в принципе он создал одну из самых огромных проблем, которые только могут быть. Как мы знаем, Измейл – отец арабских народов. И то, что это означает в наше время. И хотя ребенок родился, очевидно, что не так должно было бы воплотиться в обетование. И как мы видим, Авраам, у него была такая неудача в том, чтобы довериться Богу. И это приводит к чему-то большему, чем просто даже проблема в мире. Поэтому мы уже в 17-й главе переходим. Говорится Аврааму 99 лет в то время. И Бог снова ему является. Я – Эль Шадай. Бог всемогущий. Ходи в моем присутствии, и пусть твое сердце будет чисто. Ходи передо мной, и будь непорочен. Это то, о чем Бог говорит с ним. Что Авраам должен продолжать ходить в его присутствии. Интересно, я хочу такое примечание сделать. Об одном стихе. «Ходи предо мной, и будь непорочен». В буквальном смысле эта фраза означает «изменяйся, преображайся в моем присутствии». Идея такова, что Авраам должен позволить произойти переменам внутри него самого, находясь в Божьем присутствии. И, в принципе, такая же фраза используется и в Бьенохе. Когда там есть такое предложение «Он ходил перед Богом». «И у меня еще такое искушение появляется, немножко отклониться в сторону по этому вопросу тоже. Это такова идея, что нам нужно научиться ходить, жить вместе с Богом». Мы должны оставаться на одной и той же странице. И должны идти в унисон с Богом. Это важно в процессе созидания нашей веры. И понимание того, что такое вера. Он продолжает дальше. «Поставлю завет Мой между Мною и Тобою». Поэтому снова Бог подтверждает Свой завет. «Весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице Своё. Надеюсь я, что Авраам хоть что-то научился в этом. В принципе, только в этом состоянии мы можем находиться. Когда мы встречаемся с Богом, Бог продолжает говорить с Ним. «Вот мой завет с Тобой». «Ты будешь отцом многих народов». И именно в этот момент происходит перемена имени. Это очень интересный случай. Когда Бог начинает давать новые имена, это означает, что Бог высвободит что-то более сильное. И потому нам следует обращать внимание. «И не будешь ты больше называться Авраамом». Имя, которое означает «Превознесенный отец». «Кто-то превознесенный, Авраам». «На будет тебе имя Авраам». «Отец многих, множество народов». «Ибо Я сделаю тебя отцом множества народов». «Я весьма расположу тебя». «Произведу от тебя народы». «Цари произойдут от тебя». Интересно, как мы понимаем Божье послание. Нужно знать, что не всегда Бог говорит о настоящем времени. Не всегда мы это понимаем. Как мы ожидаем всегда кого-то незамедлительного решения, воплощения. И в 9 стихе Бог подтверждает завет с Авраамом и говорит, «Ты соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». И затем Он дальше объясняет завет. И вводит обрезание, завет обрезания. Затем мы перескакиваем к 15 стиху. И снова Бог вносит ясность и определенность в то, что Он говорит. И мы видим, как Бог постепенно, очень медленно входит и начинает двигаться в этих ситуациях. Я постоянно продолжаю возвращаться к этому, потому что это очень важно. Чтобы мы понимали, не всегда Бог открывает все, и все это делает Он сразу. Такого не бывает. Потому что Он нас знает. И Он знает, что мы вообще куда-то в неправильном направлении побежали, и не туда, куда надо. И поэтому Он шаг за шагом открывает то, что должно произойти. И в 15 стихе говорит. «Сару, жену твою не отзывай Сарою», что означает как насмешка. Будет ей имя Сара, а Сара означает «сарай», означает «принцесса». Да, я просто хочу… Я не знаю, что… Я не знаю, что это… Я не знаю, что это… It's about the meanings of the names so that we understand that God is actually showing what he is trying to accomplish through changing the names. Yeah, okay. I don't find this straight away, so we'll go on. Yeah. I will bless her, moreover, I will give you a son by her. And we have a reaction here once again from Avraham. At this Avraham fell on his face and laughed. Hmm, Avraham, haven't you learned your lesson yet? Avraham, ты что еще не научился своим урокам? And, in one sense, he wants to believe the promises of God. С одной стороны, он хочет верить в обещания Бога. But it's very difficult for him to get over his humanity. Но очень трудно для него преодолеть его человечество, человеческую природу. И часто мы в такой ситуации бывают. Что мы продолжаем, даже если Бог что-то очень четко сказал, мы продолжаем жить, думать, размышлять именно такими человеческими масштабами. И очень часто, когда мы читаем эту историю, мы сразу думаем о Саре, которая рассмеялась. И мы забываем, что у Аврама такая же была реакция. Он сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын, и Сара 90-летняя, неужели родит? И снова можно сказать, Аврам предлагает свои, решение, как бы, тычет в нос Богу свои решения. Но Измаил, что, неужели Измаил никакой милости не получит в твоем присутствии? И Божий ответ был короток и милый. Короткий и милый. Нет. И нам тоже надо быть готовыми к такому ответу. Ну, тут, конечно, это не сказано, но я могу себе это представить. Бог говорит, Аврам, нет. Сара твоя жена. И она родит сына. И потому что ты смеялся, ты назовешь его Исхак. Потому что Исхак означает смех. И поэтому Бог иногда делает... А, что делает Бог? Он берет то, что мы здесь сделали когда-то, и это нам в нос, как бы, в лицо такое. А, ты смеялся? Теперь твой сын будет называться смех. И я свой завет заключу с ним, как вечный завет и с его потомками после него. И затем снова Божья благодать еще раз приходит. И насчет Измаила. Я услышал тебя. Я благословлю его. Я размножу его. И произведу от него великий народ. Но... 21 стихе. Завет мой поставлю с Исхаком. Которого родит тебе Сара все самое время на другой год. Бог еще более детальным становится. Обетование для тебя. Ты будешь отцом многих народов. Ты родишь сына. И Сара родит этого сына. И это произойдет через год. Теперь Бог очень конкретный. И таким же образом Бог поступает в наше время. Бог не изменился. Я верю, что Бог очень что-то конкретное нам говорит. Я испытывался и в своей жизни. Но иногда уходит время. Иногда нужно время. И это время, это время нашего испытания. Будем ли мы держаться? Ухватимся ли мы? После этого Бог больше не говорит. Это, можно сказать, его последнее слово. И Авраам пошел. Авраам взял Исмаила, его сына, все славы, которые родились в его доме, и все, которые были брать с его денег. Взял Авраам Исмаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, и обрезал их. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. Упс! Бог устанавливает то, что он планировал делать, то, что он хочет делать. Впервые за 25 лет Бог дал Аврааму такое конкретное обещание и конкретный временной период. И в 18 главе эта история о трех посланниках от Бога, которые приходят к Аврааму. Ну, они там, им надо будет еще Содом разрушить, уничтожить. И по своей дороге в Содом они еще заходят к Аврааму. И их цель, их визита была для того, чтобы провести такую последнюю черту в этом обетовании Божьем для Авраама. И когда эти люди гостили у Авраама, спрашивают они у него, ну, где твоя жена? Авраам говорит, ну, там, в шатре. И они говорят, что мы возвратимся, они говорят, назначенный срок будет у тебя в следующем году и будет у Сары сын. 14. Сара была в шатре и слушала весь этот разговор. И в тот момент говорится 13. 13, да. 12. Адонай сказал к Авраам, почему Сара и сказал Господь Аврааму, отчего это размялось Сара? Неужели я действительно могу родить? А потом фраза, есть ли что-то трудное для Господа? Этот момент нам следует понять. Это лестница, которую Бог пытался учить все время. этот урок Бог пытается донести постоянно на протяжении всей истории. Он пытается научить Авраама, чтобы до Авраама наконец-то дошло. Что ничто не может быть слишком тяжелым для Бога. с другой стороны, Бог говорит Аврааму, Авраам, мне твоя помощь не нужна в принципе. Ты только все усложняешь. Тебе нужно это понять. Зарубись тебе на носу. Это путешествие веры. Это процесс обучения, через которые Авраама пришлось пройти. И поверьте мне, что в нашем путешествии веры мы также будем сталкиваться с многими ситуациями, многими решениями. с другой стороны, возможно, Сара думала, что, может, на ней издеваются или прикалываются, шутят над ней. Назначенный срок я возвращусь. И она родит сына. Ага. И то есть Бог Авраам смеялся, Сара смеялась. И Бог берет их смех и этот смех внедряет в обетование. Возможно, это что-то говорит о нашем недостатке веры. или же, возможно, мы не должны бояться так Бога, как иногда мы Его боимся. Даже, хотя, иногда мы смеемся над Ним. И это также может указать что-то очень глубокое о благодати Божьей. Он может взять наши самые наихудшие моменты скептицизма и сделать их частью будущего. Бог работает для нас, за нас. И затем ситуации возникают, когда Авраам наконец-то начинает понимать некоторые вещи. Потом говорится, что эти посланники уходят от Авраама. и Авраам провожает их. И затем ситуация о том, что Бог планирует делать. И эта история 17 стих сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный. И благословляться в нем все народы земли. Ибо я избрал его». Зачем? Чтобы он заповедил сынам своим и дому своему после себя. Ходить путем Господня. Творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И затем мы видим, можно сказать, положительные моменты жизни Авраама. Авраам учится состраданию Божьему. Либо же он научился состраданию Божьему. Когда Бог сказал Аврааму, что собирается делать, Авраам пребывал перед Богом. 23 стихи. Авраам стоял перед лицом Господа и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? И что, ты не подчердишь место этого ради 50 праведников? Можно увидеть, что чему-то он научился о Боге, что-то узнал о Боге. Потому что в 25 стихе он говорит, не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? И затем у него этот спор с Богом дискуссия либо сказать переговорный процесс с Богом. Вчера я вам рассказывал о моем внуке. Хороший переговорщик. Авраам в этом случае тоже очень хороший переговорщик. И он умоляет за людей в городе. но к сожалению мы знаем всю остальную часть истории, что было потом. 21-й глава бытия 12-й стих. мы читаем 21-12 21-12 я думаю. Бог сказал Аврааму не огорчайся ради отрика и рабыни твоей во всем, что скажет тебе Сара слушайся голоса Ибо в Исааке наречет от тебя семя. И снова Бог подтверждает это обетование. 25 лет уже прошло. Бог постепенно сосредотачивался на обетовании. Сосредотачивал Авраама на обетовании. Что родится сын, родится мальчик от Сары. И можно было бы подумать, что наконец-то дошло до Авраама. Но затем возникает эта вторая ситуация. Я думаю мы должны перейти к 20. Да. Вес 20. where Avraham traveled from there toward the Negev and lived between Kadesh and Shur. Where is it? Where is it? 21. 21 глава and verse? Chapter 20 verse 1. 1 Авраам Авраам поднялся оттуда к Югу и поселился между Кадисом и Суром. while he was living as an alien in Gera Авраам was saying of Sarah his wife she is my sister. И был на время в Гераре и сказал Авраам о Саре жене своей она сестра моя. повторяет одну и ту же ошибку второй раз. It was again because he was afraid of himself. It was afraid for his own life. Из-за страха за свою жизнь. And again we have Avimelech who took her to be his wife. И тут уже Avimelech который берет Sarah с жены. I told you before I don't understand this she's a 90 year old woman at this particular point. And yet there is some beauty about her which attracts all the men. Okay we go through the whole process again as we went through with Pharaoh. And Avraham is not being a blessing anymore. And Avraham не является благословением для других. и не только неприятности появляются в жизни Avimelech. Okay. And eventually he gives Sarah back and he also gives cattle, sheep, slaves and lots of other stuff. As reimbursement. Fourteen. He gives cattle, not only Sarah, he gives back and cattle. Which verse is it? Verse 14. Avimelech Avimelech возвращает ему Sarah, жену его, кроме того, мелкого и крупного скота и рабов и рабынь дал Avraham and his wife also. He said, look, my country goes is before you, live where you like. In 15 he said Avimelech Вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. And to Sarah he said, here I have given your brother a thousand pieces of silver that will lay the suspicions of everyone with you. Before everyone you are cleared. Before everyone you are cleared. and Avraham prayed to God. God healed Amalek and his wife and the slave girls. So, they followed something and then there has to be an atonement. In a sense here Sarah is also being rebuked. И в каком-то плане, в каком-то смысле who was rebuked? Sarah was rebuked by Amalek. Where? Well, this whole condition of giving a brother a thousand pieces of silver But it's not brother. No. But he was under the assumption that she was. To Sarah he said. Ah, to say Sari in verse 16. In verse 16. Sari и упрек был, и с другой стороны она оправдана, освобождена. Затем мы продолжаем дальше и доходим до того момента, когда родится сын обетования. В 21 главе. И призрел Господь на Сару, как сказал, Сара зачала и родила сына. И они назвали его Ицхак или же Смех. И в 6 стихе сказала Сара, Смех сделал мне Господь, кто не услышит обо мне, рассмеется. Смех, который был символом их неверия, теперь стала частью обетования. И можно сказать, это было бы идеальное место, на котором можно сказать хэппи-энд, все, конец истории. Ну, если бы фильм снимали, то точно бы, наверное, здесь закончили. И с тех пор все жили долго и счастливо, такая фраза, точка. И конец. И это новое будущее, которое спокойно покоится на руках Сары. И как Сара смеется вместе со смехом, ну, в плане с Ицхаком. И как мы осознаем, не всегда это так легко было для Авраама. Не знаю, можете ли вы это себе представить? Авраам так долго ожидал этого момента. И теперь это обетование воплощается в физическом мире, то, что может, о чем может даботиться, то, что он может прикоснуться, видеть. Можно сказать, что такое он вздыхает с облегчением. Может он, наконец, взять в руки сына, на руки. Очень легко верить в обетование, когда можно баловать ребенка обетование на своих коленях. Авраам может верить, потому что, как бы, как бы он был, как бы он был раньше делать, он мог бы сейчас контролировать обетование. И, можно сказать, Авраам поверил, потому что теперь, как бы, он может еще и контролировать это обетование, владеть им. Но это тоже была небольшая проблема. И мы к 22-й главе переходим. И мы к 22-й главе переходим. Бог говорит, Бог говорит, так, возвращай мне все обратно. Возьми сына твоего, которого я дал тебе, и возврати его мне обратно. Снова Бог призывает Авраама. В самом начале, как в самом начале. И говорит Авраам, Авраам говорит, вот я. Бог говорит, возьми своего сына, которого ты любишь, Исаака, и иди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение, на одной из гор, которые я скажу тебе. Поэтому снова Аврааму приходится идти в путешествие. То есть Бог сказал место, иди туда, но точно какую гору еще не говорил. Поэтому снова Аврааму приходится идти и доверять Богу. Мы видим, что Авраам чему-то научился. Он поднялся рано утром, оседлал своего осла, взял с собой двух отроков своих, и Исаака сына своего. Он наколол дров для всесожжения, и пошел на место, о котором сказал ему Бог. Снова Авраам подвергается испытанию. Это первый раз, когда нужно идти в такое путешествие, где нужно отказаться от своего обетования. Часто Авраам такое делал, поступал так, но только на своих условиях. На своих условиях, потому что он не видел других вариантов решения. Но теперь он смог эти возможности отдать из своих рук. Бог призвал его, чтобы он отпустил. Бог не мог позволить Аврааму продолжать идти дальше на его условиях, на аврамовых условиях. И это все, смысл всего этого в доверии, в отношении будущего. И если мы готовы к тому, чтобы Бог сделал это своим путем, своим способом, мог ли он, мог ли Авраам отдать и отказаться от всего того, что он видел и мог даже держать на руках, трогать только ради обетования Бога. С одной стороны, можно сказать, это почти последний тест. С одной стороны, можно сказать, это последнее испытание Божье. И Бог спрашивает, ну, можешь ли ты на самом деле доверять мне? И мы знаем историю очень хорошо. Они пошли на гору. Авраам все подготовил. Возложил Исаака на алтарь и уже готов был убить Исаака. Я думаю, что это тот момент, когда Авраам начал понимать глубину, глубину этой ситуации, в чем цель Бога. и в одиннадцатом стихе. Но Ангел Господень позвал с небес, Авраам, Авраам, да, не причиняй никакого вреда от руку, ничего ему не делай. Ну что, теперь я знаю, что ты боишься Бога, так как ты не пожалел своего сына. В этот момент именно это цель была Бога во всем этом. Бог ждал, Бог ожидал того времени, что будет ли Авраам доверять. и на самом деле он знает и понимает, кто такой Бог. И Авраам стал таким человеком веры, которым мы читаем в Евреям 11 главе. Понадобилось для этого некоторое время, но все равно в конце концов он доходит до этого момента. О чем вообще это нам должно сказать? Вот о чем. Что то будущее, которому Бог нас призывает, не зависит от наших попыток. Но это зависит от нашего желания доверять Богу. чтобы мы делали свои попытки, то, что мы можем делать, свои усилия. Но также это указывает, что Бог уверен к тем, кого Он призвал. Бог остается верным, несмотря на наши неудачи. С одной стороны, это дает место благодати Божьей среди всей этой истории. Желание Бога действовать в мире с людьми, которыми несовершенны. И Он хочет помогать им расти в их путешествии веры. И по мере, как мы будем идти дальше, очень важно, чтобы Бог знал, что мы доверяем Ему. И часть этого путешествия может быть ради кого-то другого. Так же, как и в случае с Авраамом. как в течение своей жизни на земле, Авраам не унаследовал Ханаанскую землю. И, в принципе, может, пройдет еще 800 лет, прежде чем это произойдет. И мы должны посмотреть иногда на что это Бога может быть чаще нам даже следует смотреть на Божий план, Божий график времени. И мы видим, что в результате веры Авраама эти великолепные и драгоценные обетования были в жизни его потомства. в 26-й главе Бытие 26-24. Начиная с 23-го стиха оттуда перешел он в Вирсавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал Я Бог Авраама отца твоего. Не бойся ибо я с тобой благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама раба моего. Это все ради Авраама поэтому это обетование не умерло. сделаем перерыв сейчас.